Кресты и купола из сусального золота, спасская башня Кремля, барочная колокольня Троица Серговой Лавры. Всё это могут ежедневно лицезреть и даже аккуратно потрогать ученики 55-й школы областного центра. Попутно им читает лекции о памятниках архитектуры преподаватель технологии, автор этих уникальных макетов. Николай Михайлович преподает технологию уже больше 20 лет. Однако с самой молодости ручной труд для него стал ещё и любимым хобби. Рисовал, лепил, делал модели кораблей, а затем освоил мастерство изготовления макетов памятников архитектуры. Основной материал – пластик, хотя используется ещё и дерево и даже сусальное золото. Но куда важнее обзавестись визуальными и графическими источниками информации по зданиям. Монтирую по чертежам, по фотографиям. Вот фотографии, которые через интернет скачивают мне в масштабе, они имеют искажения, это угловые перспективы, искажения прямую и угловую перспективу. Я их потом корректирую, вычисляю и делаю точные копии в масштабе 1 к 100. Что-то Николай Михайлович делает на заказ, например, для епархии, ну а что-то для себя. Часть работ он принёс в родную школу, устроив выставку для учеников. Тут и на обратная церковь Торжокского-Борисоглебского монастыря, и колокольня Сергея Упасада, и Спасская башня Кремля. Особое внимание привлекает собор Василия Блаженного, с которым мастеру пришлось особенно повозиться. Работа выполнялась на токарном станке, затем щеканка, применялась там металл-латунь, бронза, некоторые элементы. Купола тащил из липы и берёзы, кресты из латуни, всё покрывалось социальным золотом. Сейчас Николай Михайлович ничего не строит, решил взять перерыв. Однако совсем отдохнуть не получается. Работа в школе отнимает много сил и времени. Которые уходят в том числе и на проведение экскурсий. Благодаря им ученики узнают много интересного об истории и архитектуре, чего не расскажут на обычных школьных уроках.